Если еще несколько месяцев назад новость о том, что в городе появится встроенный детский сад, казалась чем-то нереальным, то уже сегодня в Зару прохожих открыт большой многофункциональный объект. Типовая жилая многоэтажка и учреждение для самых юных брещан. Комплекс два в одном достаточно долго и детально проектировался. Изучался опыт коллег в регионах. Совсем скоро он сможет встретить своих первых маленьких обитателей. Здесь сейчас ведется внутренняя отделка. Завершить строительные работы специалисты Брежилстроя планируют в декабре. На всем в целом объекте работает порядка 60 человек. Объект, жилая часть уже на завершающем этапе. Самая активная работа сейчас происходит на встроенно-пристроенном помещении на детском садике. Ведутся отделочные работы. В учреждении образования нового типа будет отдельный вход. Собственный дворик с игровыми площадками. Внутри предусмотрен ресурсная комната, музыкальный зал, три просторных помещения для групп, которые смогут посещать 75 детей. Новый для областного центра проект реализуют в развивающемся микрорайоне ЮЗМР-4 на улице Колесника. У нас уже есть опыт строительства встроенно-пристроенных помещений. На улице Московской строили, а теперь мы строим уже непосредственно садик. Поэтому это, конечно, интересно. Возникают свои вопросы, нюансы. Чем сложнее, тем, наверное, интереснее для строителя работать. Вопросы развития социальной инфраструктуры и темы расширения сети детских садов шаговой доступности актуальны была всегда. Все же квадратные метры для нуждающихся в улучшении жилищных условий, как правило, возводились раньше, чем рядом с ними открывались другие учреждения. Встроенный детский сад – это один из способов частично решить проблемы в густонаселенных молодых районах города. Поэтому проекты подобных объектов также прорабатываются. На Колесника сегодня строится. Также утвержден проект на Малиновке, район Малиновка, где таунхаузы в районе улицы Суворова. Возможно, появятся встроенные детские сады и на Нефтяной, и на Северном бульваре, это в районе Северного городка. Конечно же, частичное решение проблемы может быть при строительстве таких встроенных детских садиков. Мы сегодня пробуем, если проект получится, если он получит хорошие отзывы, то мы будем дальше его внедрять, и, возможно, это будет уже в массовом таком исполнении. А сегодня это такие пробные шаги для того, чтобы просто изучить, как это работает. Однако пока градостроители и представители системы образования не спешат с выводами. Детский сад на Колесника станет не просто первым проектом. Это эксперимент во многих смыслах, и от того, насколько учреждения такого типа зарекомендуют себя и оправдают целевое назначение, зависит то, в каком масштабе они появятся в разных уголках города.